Всем привет дорогие друзья, с вами Става Кейн и сегодня мы вместе с вами посмотрим на один очень необычный ресурс пак, который заменяет некоторые блоки из Майнкрафта на вот такие вот сферы. Да ребята, это черт возьми возможно благодаря всего лишь какому-то ресурс паку и без всяких модов. Ребята, сегодня я вам покажу как же добыть эти блоки, что с ними можно сделать и потом мы посмотрим на деревню жителей, как она заспаунила с помощью вот этих вот блоков. Ну и что ж ребята, давайте приступать. Сферы в Майнкрафте, как такое вообще возможно? Возможно это благодаря чуваку под ником PhoenixMC, который делает дофига таких различных ресурс паков, очень абстрактных и концептуальных, чтобы протестировать вообще возможности Майнкрафта и командных блоков. И вот что у него получилось, были заменены 4 блока из Майнкрафта. Во-первых, это у нас травяная тропинка, вы можете, это блок тропинки, который теперь выглядит вот так вот, это черт возьми зеленая сфера. Сразу же можно заметить то, что это не идеальная гладкая сфера, то что вся она сделана из маленьких блоков, ну потому что мы все еще в Майнкрафте, даже сферы здесь сделаны из блоков. Но все равно, если на нее смотреть вот отсюда, реально похоже, что это черт возьми сфера. Также у нас есть блок деревянных ступенек, вот таким вот образом, из дуба. Также у нас есть блок самого дуба, самого дерева, и у нас есть булыжник. Вот таким вот образом мы получаем 4 вот этих вот блока, которые уже позволяют превратить полностью, черт, дождь, полностью всю деревню жителей в деревню из сфер. И вы, наверное, задаетесь вопросом, а что вообще происходит с блоками земли в этом мире? На самом деле, это все еще блок земли с травой, вы можете видеть, это у нас грасблок, но он сделан специально вот таким вот прозрачным наверху. Это сделано для того, чтобы весь мир выглядел вот таким вот, и не происходило никаких багов, потому что текстурка травы с земли каким-то образом интерактирует с этими сферами, и вылетает Майнкрафт. Поэтому автор решил просто убрать все текстурки травы. Что ж, ладно, это его решение, если он умеет создавать такие сферы, значит он знает, что он делает, поэтому окей, ребята. Что ж, вот такие вот сферы, и в принципе, они полностью рабочие, они работают как обычный блок, то есть вы на них можете запрыгнуть, вы с них можете спрыгнуть, и поставить, конечно же, две сферы рядом. У них будет одно маленькое место, где они будут соприкасаться, остальное это будет просто пустое место. То есть дом из таких блоков, из таких сфер будет выглядеть очень странно. Но давайте мы попробуем кое-что сделать. Мы возьмем небольшой росток какого-либо дерева, например, обычного дуба, и возьмем себе немножко костной муки для того, чтобы заспавнить это дерево, и посмотрим на его форму. Вот таким вот образом. О, боже мой, я аж под землю провалился, и, как вы можете видеть, да, ребята, вот так вот теперь выглядит дерево в Майнкрафте. И сфер, конечно же. Вы можете видеть, что оно полностью сделано из сфер. Теперь также ствол, это ствол дуба, мы его тоже видели, это тоже теперь сфера. И выглядит оно вот таким вот образом. На самом деле, эти блоки, если их заспавнить в очень большом количестве, у вас начнет очень сильно лагать Майнкрафт. Потому что посмотрите, сколько полигонов нужно прогрузить Майнкрафту для того, чтобы вам продемонстрировать эти сферы. На самом деле, вот это выглядит просто офигенно. Вот если смотреть на это вот отсюда, и хватит, хватит, хватит мне дождя, хватит, хватит. Все, успокоились. Поэтому, да, ребята, что ж, теперь давайте, давайте немножко, немножко подойдем вот к этой деревне, потому что, я говорю немножко, потому что очень сильно лагает Майнкрафт. Давайте я даже понижу себе, не знаю, рендер дистанцию. Мы сделаем графику похуже. Надеюсь, будет лагать меньше, но я вам отвечаю, ребята, такое количество сфер просто очень сильно влияет на ваш компьютер. Но, все-таки, да, здесь мы можем видеть, о, уже начинает лагать, окей, здесь мы можем видеть дом. Дом, сделанный из сфер. И то, что я вам говорил, друзья, очень много пространства между сферами, поэтому дом полупрозрачный, можно его даже так назвать. И, как вы можете видеть, это у нас использованы ступеньки для того, чтобы сделать крышу. И они у нас тоже были сферой, как я вам уже говорил. Что ж, давайте попробуем зайти в этот дом. У меня уж Майнкрафт начал лагать. И, как вы можете видеть, да, вот как выглядит жизнь в Майнкрафте со сферами. Вот так вот выглядел бы ваш дом. И, конечно, да, вот это выглядит немножко странно. Некоторые блоки с замшелом, булыжником не прогружаются и так далее. Но, в принципе, это не проблема, потому что работает, черт возьми, работает сфера в Майнкрафте с помощью ресурс пака. И все, то есть больше ничего не нужно, никаких модов и ничего. Вы можете видеть, вот они, блоки-тропинки как раз-таки, вот они, тропинки у жителей. И давайте, например, зайдем вот в этот дом. Ну, вау, как уютно в этом доме. Боже мой, закрой-ка я дверь и посплю. На самом деле, да, ребята, вот такие вот сферы. На самом деле, эти блоки могут быть использованы для чего-то креативного, для каких-то очень интересных построек, где они были бы нужны. И это очень здорово, потому что, в принципе, у нас остались обычные блоки из Майнкрафта. Вот они, самый обычный блок. Просто были заменены четыре из них. Причем, самые используемые для того, чтобы заменить целую деревню жителей на сферы. Но, да, ребята, я не знаю, напишите в комментариях, что бы вы построили с помощью сфер. Какая у вас есть идея. Просто посмотрите на это дерево, какое оно милое и все такое сферообразное. В принципе, да, ребята, это все, что добавляет нам этот ресурс пак. Он довольно-таки маленький, но, я бы сказал, очень интересный. То есть, не то, чтобы все его сейчас побежали скачивать и играть с ним в Майнкрафте, и все будут такие, вау, круто. На самом деле, это просто что-то экспериментальное, что-то новое. Нам просто показано, что можно сделать с Майнкрафтом с помощью командных блоков. И, черт возьми, сферы это возможно. Так что, если вам понравился этот видос, поддержите его лайком. Также не забывайте поставить колокольчик. И, ух, как это прикольно выглядит у меня в руке такая гигантская фрикаделька. Не забывайте оставлять комментарий. Ну, а с вами был Кейн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok